В ближайшие несколько минут все то, что не озвучит пропаганда и в чем никогда не признаются чиновники, это Маланка регион и новости забытых нелевитимной властью уголков нашей страны. Здравствуйте. Информация о новых списках на увольнение неблагонадежных работников подтверждается по всей стране. Судя по количеству нежелательных фамилий, зачищают тех, кто осмелился предположить, что в стране может быть новый лидер и поставил подпись за выдвижение Бабарико, Цепкало и Тихановской. Например, в Пружанах уже точно известно про массовые увольнения в электросетях, местном техникуме, больнице и музыкальной школе. Сотрудники Брест Энерго сообщают, что в их организацию пришел список почти на 500 человек. Всех пофамильно вызывают к руководству и проводят беседы. Одним говорят, что не продлят контракт, другим предлагают уволиться самостоятельно. Случается, что просто предупреждают, мол, команды ФАС не было, но в любой момент может быть дана, поэтому советуют искать другую работу в негосударственных учреждениях. Также сообщается о чистках в Гродненском университете имени Янки Купалы, Республиканском институте высшей школы, Минскэнерго, Государственном комитете по имуществу, поликлиниках Минска и областных центров, ТЭЦ, средних школах, Брестского университета, Гомельском химическом заводе. И этот список можно продолжать бесконечно. Случается даже такое, что сверху спускают задачу уволить четверть штата, в том числе и отъявленных ябатик, которые по доброте душевной тоже подписались в бланках альтернативных кандидатов. Но их стойкости можно позавидовать. Они свято верят, что нелегитимный узнает про это недоразумение и никого из них не уволят. Острая необходимость в преданных режиму идеологов приводит к тому, что руководящие должности занимают осужденные коррупционеры. Заместителем главы администрации Ленинского района Могилева стал некогда прославившийся на всю страну Евгений Дуплевский. В феврале 2014 года областная прокуратура сообщила о возбуждении в отношении на тот момент начальника управления образования Могилевского горосполкома уголовного дела захищения путем злоупотребления служебными полномочиями. Оказалось, что Дуплевский на протяжении четырех лет оформлялся в школу на работу по совместительству учителем факультативных занятий, но никаких занятий при этом не проводил. В школе готовилась фиктивная служебная документация, по которой он получал дополнительную зарплату. Дело получилось громким, но со стороны властей тему почему-то пытались старательно замять. Дуплевский даже признал вину в хищениях и подал прошение о помиловании на имя Лукашенко. И, о чудо, после покрытия суммы ущерба его таки помиловали, при том, что грозило ему до семи лет лишения свободы. И вот этот человек опять у руля. И не важно, что коррупционер, главное, преданный и идеологически правильный. Из Могилева продолжают приходить новости о возникающих перебоях с основными продуктами питания. На днях мы говорили, что в городе даже в крупных сетевых магазинах проблематично найти молоко, особенно местных производителей. Если бутылки время от времени появляются на прилавках, то более дешевая продукция в пакетах исчезла полностью. При этом официальная статистика говорит о том, что производство молока в области наоборот выросло. Согласно данным Билстата, в январе-октябре молока в Могилевской области было произведено 590 тысяч тонн. Это почти на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но жители этого почему-то не заметили. Например, читатели Могилевского региона сообщают, что проблемы в городе теперь со всей молочкой. Мало сгущенки, почти нет вареная, если есть, то по 3 рубля, мало кефира, мало творога. Та же ситуация и с хлебом. Очень часто на прилавках лежит уже окаменевший хлеб, который никто не берет, но его почему-то не убирают и не заменяют. Типа, забирайте такое или вообще ничего не получите. Официальных комментариев на этот счет никто не дает, хотя запросы могилевчане уже отправили. Возможно, вопрос решается. Но раз за молоко взялись, то по хорошо известной белорусской традиции вот-вот должно пропасть что-то еще. В четырех районах Гомельской области сохраняются проблемы с обеспечением дровами населения. Нагрузка остается пиковой в Мозырском, Калинковическом, Петриковском и Житковическом филиалах. По словам генерального директора Гомельоблтоплива Александра Прусакова, если бы граждане с января начинали думать о запасах дров, то таких проблем не возникало бы. Кстати, на аппаратном совещании глава области подчеркнул, что к теме следует активнее подключаться райисполкомам и райсоветам депутатов, составлять списки льготного населения, которому дрова отпускаются по фиксированным ценам. Чиновник уверен, что дети стариков, живущих в селах, обязаны хлопотать за состарившихся родителей. Интересно, что имел в виду опытный назначенец, ну не взятки же. Ну хотя, по официальной информации, дефицита твердого топлива в стране нет. Есть недостаточное количество кадров и транспорта для заготовки и его реализации. Напомню, что такие же проблемы с дровами и торфом уже наблюдались и в Минской области. Если брать норму на одно домохозяйство в 4,9 куба, то по самым скромным подсчетам очередь ждущих дрова составит более полутора тысяч домовладений. При этом на границу топливо доставляли без проблем и в любых количествах. Ведь туристы это святое, а белорусы терпеливые. И не такое переживут. Смотрите новости региона в социальных сетях и YouTube Маланки каждый будний день. Кстати, мы есть и в TikTok, так что подписывайтесь и следите за новостями в самом модном теперь формате. А если вам есть чем поделиться, пишите в наш чат-бот, адрес которого вы сейчас видите на своем экране. До встречи завтра и живи Беларусь! Субтитры сделал DimaTorzok